Всем привет! Сегодня покупки еды на июнь. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Начнем, наверное, с рыбки. Вот такого лосося мы купили. Здесь 3 800, почти 4 килограмма. Такой он большущий. И купили рыбку путасу. Здесь, сейчас я вам скажу, в 1,4 кг, а в этой 1,2 кг. Ну, такая вот маленькая. Так, курочек купили, цыплят, точнее, 6 штучек. Здесь вот у нас косточки на суп 1,7 кг. Такие вот. Ну, это говяжьи косточки. Далее у нас тут имеется свининка. Это... Ой, а что это такое? Я даже не помню. Это что-то, по-моему, от попы. То есть от задней части. И вот такая вот грудинка. В грудинке 2,5 кг. То есть... Сейчас я вам ее покажу. Ну, вот такая вот обычно такая. Здесь, правда, много сала, но там лучше ничего не было. Сметанка. Так, ну, это вот по мяске это все. Сметанка 20%... Что-то есть у меня мяско, сметанка. Прям уменьшительно ласкаю все. 20% сметана. Летний день. На летний день мне молоко нравится. Вот решили взять сметану попробовать. Творог 5% 3 штуки. Так, это у нас чай. 100 пакетиков. Это томатная паста. Ну, якобы томатная паста. В общем, это протертая мякоть томатов. Я думаю, что это, в принципе, одно и то же. Ничего другого не нашли. Как-то что-то у нас в магазине пустует. Вернее, много всего, но что нужно, нету. Яйца взяли. Вермишельку взяли на лапшу. Две штуки. Взяли две пачки макаронов. Ну, макароны какие-то самые простые вообще. Какие-то обычные-обычные. Вот такие вот макаронные изделия, в общем. Взяла я мюсли, потому что что-то мне в этом месяце не хочется заморачиваться с самодельными. Хотя самодельные мне нравятся больше покупать. Ну, вот мюсли буду есть. Хлопья. Почему-то мы не нашли свои любимые без сахара. Взяли вот эти вот с сахаром. Они дороже. И как-то я, например, в хлопья не сыплю сахар. Но взяли одну. Когда появятся, будем те брать старые. То есть не стали брать много. Взяла я рис. Вот такой вот длиннозерный. Это самый обычный. Потому что что-то мне надоел вот этот черный какой-то нешлифованный. Решила взять самый обычный такой старый, добрый. Яблоки. Яблок. Ну, это, конечно, не на месяц яблоки. Здесь 2 кило 332 грамма. Это, конечно, не на месяц, на недельку. Далее капуста 2 качина. Тоже не на месяц. Ну, по мере съедания будем докупать муку 2 килограмма. Вот такие вот. Кто это у нас? Изюм. Изюм. 300 грамм, 350 почти. А перец взяли вот такой вот. У нас, кстати, в магните какой-то он дохлый, вялый. Что-то вообще там жуть, что творится. А вот в линии более-менее нормальный. Помидорчики взяли. Ну, это тоже вот на неделю где-то вот, что касается овощей. Капуста цветная, капуста брокколи. Вот такую вот заморозку. Я взяла мексиканскую смесь. Здесь получилось 1,8 кило. Вот такая вот разделю на пакетики. И морозилка. Здесь морковка, но не буду ей показывать, потому что она грязная такая, не помытая. И взяла вот такие вот ягодки. Здесь вишня. Это что, по-моему, то ли клюк, то ли брусника, что-то такое, не помню. И здесь черная смородина. Беру обычно в пакетиках уже готовую заморозку. Ну, что-то, не знаю, решила попробовать вот такую вот развесную. Вот. На этом, в принципе, видео, наверное, подходит к концу. Повторюсь, что мы каждую неделю докупаем еще овощи, фрукты. Ну, так, чтобы ничего не испортилось. Докупаем молоко, молочные продукты. То есть, допустим, творог. Тот же самый кефир, молоко. Молоко у меня, кстати, в холодильнике стоит, поэтому не купили. И будем еще покупать вот эти вот кукурузные хлопья. А так, в принципе, по большому счету, наверное, все. То есть, картошка у нас такая своя. Макаронов там еще кое-что есть. И насчет круп тоже там. У меня и горох еще есть, и фасоль. В принципе, должно хватить на месяц еще. Вот такие вот дела. Кстати, вы у меня все интересуетесь, сколько стоит все это добро. Очень я не хотела вам говорить. В течение нескольких месяцев все вы меня пытали-пытали. В общем, в среднем, наверное, вот сейчас вот именно вот эта закупка вышла у нас 6,5 тысяч. И, в принципе, если еще каждую неделю докупать молочку и кое-какие овощи, ну вот считайте сами. Но обычно, это что-то вот много в этот раз получилось. Обычно, то есть, считайте, да, допустим, то, что вот овощи и фрукты сейчас есть, это уже недели. То есть, получается, еще плюс 3 недели, а не 4. И в среднем у нас получается, как бы вот из месяца в месяц, средняя сумма такая где-то 7, 7,5 тысяч. Вот так вот. То есть, на всю еду. Вообще на всю еду. И, ну, иногда чуть больше. То есть, в зависимости от того, какие марки, чего мы покупаем. И в зависимости от того, как у нас, что заканчивается. То есть, если мы в этот месяц покупаем, допустим, сахар, то, конечно, больше выходит. А так вот, в среднем, то, что вы видите, вот это вот, то, что вы видели в остальных моих видео, где-то 7, ну, давайте 7-8, вот так вот скажем. 7-8 тысяч, вот так вот. То есть, это целый месяц. Благодарю всех за внимание. Давайте я к вам перевернусь. Благодарю всех за внимание и увидимся в моих следующих видео. Пока.